Все-таки есть своеобразное чувство юмора у чего-то неизвестного и неподвластного нам, как бы оно ни называлось, карма или мироздание. Вот и сегодня, с подписанием Зеленским закона про призыв на срочную службу с 18 лет, невольно хочется грустно улыбнуться от того, как судьба шутит над зелебобами, которые проголосовали за своего мелколидера, а теперь будут паковать вещички своих сыновей, только что окончивших школу, на службу в армию по приказу человека от армии откосившего. Вряд ли они думали об этом, когда отдавали на выборах свои голоса за самого великого лидера современности. Или за то, чтобы кто угодно, только не Порошенко. Вряд ли они думали, что подобные решения отразятся именно на них, на тех, у кого совершеннолетие ожидают сыновья. Ну, вот вам подарок от Зе. Это, к слову, не какое-то злорадство и насмешка над сирыми и убогими, которые просчитались в выборе президента. Это, скорее, еще один повод показать несостоятельность их выбора, когда деятель, который дважды откосил от армии, распоряжается вашими судьбами и судьбами ваших детей. Потому что это именно так. Уже предвкушаем, как не сдавшие ЗНО вчерашние ученики отправляются в военкоматы, где им придется слегка потерпеть до того, как снова попробовать вступить в ВУЗ. И ведь вполне вероятно, что после армии туда отправятся не очень многие. Мамаши из числа почитателей Голобородько уже готовы обивать пороги военкоматов. Бесспорно, при Порошенко в армии также служили молодые люди, но они это делали с 20 лет. 18 и 20 лет – это, между прочим, колоссальная разница, как в ментальном, так и в интеллектуальном отношении, учитывая, что 18 лет сейчас – это школьный возраст, а два года в жизненном восприятии меняют очень многое. Что же получится сейчас, когда в 18 лет все по призыву пойдут в армию воюющей страны? Кто-то может возразить, что, мол, напередок молодых пацанов отправлять не будут. Бесспорно, но это пока нет горячей фазы боевых действий. А теперь скажите, насколько вы уверены в Зеленском и его политике, что за то время, пока ваши дети будут служить в армии, горячая фаза боевых действий не начнется. И учтите, что через год службы ваши сыновья уже не будут считаться молодняком, да и особо никто не будет считаться с этим, когда на Донбассе или, не дай бог, еще где-то Путину захочется поиграть в войнушку. Возможно, кто-то подумает, что мы намекаем на то, что служить в армии ни в коем случае нельзя. Как раз наоборот. Мы хотим натолкнуть на мысль, какой армия была до нынешнего подписания, когда в ее развитие вкладывались огромные средства и по факту призыв с 18 лет нужен не был. Когда она изменялась на профессиональную, боевую структуру с подготовленными бойцами, чего сейчас не наблюдается и близко. Ну и, конечно же, хотим отметить парадокс начала призыва с 18 лет человеком, который к армии не имеет никакого отношения. Военно-командующий Зе – это чистой воды Оксюмарон, как Коломойский патриот. Одно радует, что мы в очередной раз стали свидетелем того, что Зеленский изгаляется над своим электоратом как может, раз за разом унижая их еще больше, сначала не снижая коммуналку, потом повышая зарплаты, но не бедным учителям, а чиновникам, и теперь вот не заканчивая войну, а отправляя в армию фактически детей. Но если даже это не сможет открыть глаза Зеленому электорату, тогда даже не знаем, насколько нужно быть зомбированным девяносто пятым кварталом и слугой народа. Но ничего, как говорили раньше, не служил не мужик. А, извините, у нас же и Президент не служил. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова